Вот это все реально на 100 рублей! Наконец, моя любимая рубрика «Готовка». Кто тоже скучал по ней, то можете сразу поставить лайк, ну, либо дождаться конца, как это все будет, и поставить лайк в конце уже. Ребята, сегодня мы будем выживать на 100 рублей. Давайте перенесемся в магазин и на рынок, и посмотрим, что мне удалось купить на эту сумму. Так, я нашла яблоко по 19 рублей. Ну, целую такую котонку большую мне не надо, а то я весь бюджет здесь оставлю. А так, 3 яблочка для сока взять можно. Опять выбираю крупы. Помню, что из риса мы уже готовили, так что возьму гречку. На завтрак возьму пшелку и, наверное, сделаем лазанью. За 10 рублей взяла сыр с сыром. Продукт сырный плавный. Ну, либо за 30 уже. Ладно, мы наканули. 47 рублей. Шиканули что-то. Остался полтинник. Надо же. 47,50. Сейчас еще поеду на центральную. Надо мной продавцы смеялись. У вас, говорит, что цель выжить, говорит, на 100 рублей, что ли? Смотрите, каша взяла на рубль 70. Каша взяла на рубль 30. Я говорю, откуда вы все ставите? Да, такая цель. На 100 рублей реально. На самом деле продавцы с юмором относятся. Как серьезно никто не смотрел. Хохочет, взвешивает, пробивает и хохочет. Сейчас уже приехала на рынок, ну, фруктовоще покупать. Смотрите, требуются уборщики-дворники. 1000 рублей смена в Крыму, ребята. Вот, видите? Потом говорят у нас, что в Крыму зарплаты маленькие. На самом деле за 1000 рублей не каждый-то еще и работать пойдет. Вообще тут сейчас на социальном рынке тут картошка 17 рублей. То, что нам нужно. Сейчас буду набирать. Взяла полткачина капусты. Половинку сейчас режу. Короче, гульон. 4 рубля. Так, пока укладываем. Свекла. На борщ. 24 рубля. 24 рубля. Ну, давайте. Короче, купила яйца. Три штуки за 15 рублей мне сказали. Приятного вам вечера. Удивились, наверное. И помидоры вышли на 4 рубля. Люблю осень. Когда овощи стоят недорого. Сейчас хочу попробовать купить зелененький кабачок. Осталось 9 рублей. Вот вы сейчас не поверите, скажете, что я приду и подхожу. Вот этот беру кабачок маленький. Говорю, звезьте, пожалуйста. Ну, думаю, а вдруг. И он мне говорит, какую сумму? 9 рублей. Вот бывает же так, да? Прям ровно. Я говорю, быстрее заворачивать. Как раз то, что мне нужно. Ну, в общем-то, все. Идем готовить. Капец. Мне даже не верится, что вот это все я умудрилась купить всего лишь на 100 рублей. Друзья, сегодня у нас в меню, значит, котлетки из гречки. Ну, я сейчас самые необычные позиции озвучу. Картуфельфри. Салатик. Кстати, на завтрак у нас будет каша с яблоками и стакан свежевыжатого сока. На ужин у нас будет лазанья. Так что, ребята, поехали. Говорила я или нет, я купила, по-моему, я не говорила, в магазине. Вот за 20 рублей куриную спинку. Это самое лучшее, что может быть для супа. На самом деле это так, потому что она и жирненькая. И тут еще у нас останется немножко мяса. Я потом расскажу, для чего. В общем, пока ставлю борщик. А, да, на обед у нас борщик. На завтрак у нас будет каша. Ой, пшеничная. На рубль 34. Потом я сделаю свежевыжатый сок из двух сортов яблок и морковки. Я обожаю яблочно-морковный сок. А поможет мне создать вкусный, полезный и недорогой завтрак моя чудо-машина от фирмы Китфорд. Я, кстати, удивилась, что соковыжималка с функцией комбайна, на которой мы, кстати, потом еще сделаем картофель фри, может стоить так дешево. И она, на самом деле, выполняет все свои функции. Она отжимает сок примерно где-то на 80%. Арифметика. С килограммом яблок по 19 рублей у меня получится примерно 0,8 литров сока. Когда в кафе стаканчик сока стоит примерно от 100 рублей. Ну, если хороший кафе есть. Знаю, что целиком нельзя. Ну, я все ночью перемешиваю. Я люблю два вида яблок. Почему? Потому что вот эти, они сладкие, а эти кислые. Я люблю, чтобы сок яблочный был немного кисло-сладкий. Вообще, вы, может, не поверите, но я большой фанат каши и завтракать привыкла к каше и яичнице. Поэтому завтрак будет такой, как я привыкла. Ничего сверхэкономного абсолютно совершенно. Это пшонка, ребят. Пшонка, пшонка, пшонка. Так, ну, а пока готовится завтрак. Будем заранее готовить обед. На обед у нас будет борщ. Кстати, бульончик уже варится. Нужно почистить свеклу, лук и мою четвертинку капусты, кстати, за 10 рублей. Режу часть яблок, часть сразу закину с кашей вариться. А часть я люблю, чтобы она свежая хрустела у меня вместе с кашей. Все хозяйки делятся на две категории. Первый предпочитают борщ рубленый, то есть, чтобы все было нарезано кубиками, ножичком. А второе, как я, предпочитаю терку. И на самом деле я терку предпочитаю не потому, что мне лень резать, а потому что реально мне так больше нравится. Смотри, картошки. Я люблю, чтобы в супе было побольше картошки. Так, открою вам секрет. Во-первых, я люблю лук подслащенный. Вот на самом деле я его не солю, я его сахарю для чего. Во-первых, он приобретает абсолютно другой вкус, совершенно. Я не люблю жареный лук, но жареный сахарный лук я люблю. И во-вторых, он золотится. Это, как вы поняли, у нас зажарочка для борщика. Сейчас я выкладываю морковку. Господи, какая она мне яркая попалась. Ну и все хозяйки, наверное, знают, поэтому ни для кого не секрет, что свеклу кладут в самую последнюю очередь и при этом спрыскивают ее уксусом или лимонной кислотой для того, чтобы цвет, этот ярко-розовый цвет, ни в коем случае не потерялся. Помидорок у меня всего 4 штуки, а нам еще на лазанью, на пасту, на дон есть. Нужно оставить 2 штуки, хотя там, ну, одно название, конечно. Поэтому 2 штучки я сейчас сюда выложу. А вот капусточку как раз-таки шинкуем ножичком. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, он реально офигенно вкусный! Ну что, завтрак готов, но я пока его пробовать не буду. Точнее, будет человек, который будет все это пробовать. Потому что еще надо приготовить убит и ужин. Ребята, каюсь. Каша подслащенная и подсоленная. Еще раз повторюсь, для меня очень важен цвет. Учитывая, что свеколка-то у меня маленькая. Отправляю картошку в суп. Потому что для меня теперь суп готов, когда эта картошка сварилась. Борщик. В общем-то, вы не поверите, но кажется, у меня останется очень много капусты. Отнести ее соседке, что ли? Потому что на салат там немного не нужно. Все, отправляюте у нас макароны для ужина уже. А, макароны стоили у нас 3 рубля 70. Ставила варить котлеты. Именно варить котлеты. Котлеты из гречки рублей 80. Короче, если вы вегетарианец или ваши дети не едят кашу, то вы можете сделать котлеты из гречки. Поверьте, не каждый человек сможет отличить, что они вообще-то не из мяса. Так, теперь мне нужно сменить насадку, потому что у меня еще в меню картофель-фритки, да? Знаете, как моя мама была против соковыжималки? Ты что, кто ее мыть будет? Я говорю, я буду. Она говорит, ну-ну, посмотрим. А на самом деле современные соковыжималки моются вот. Раз, два. Сполоснули, помыли. Ну все. Самые сложные детали помытые. Лоу, подни, слазь, как тоже. Честно сказать, из такого небольшого количества гречки получилось. Много гречки. Ну что ж, будет больше котлет. Берем яйцо. Котлеты. Я тут уже очистила курицу. Достала мясо и выпизнула кость в спинке. А сейчас добавляю жареный лук в наши котлетки. О, да, аж котлетки без лука. Что-то больно много котлет получится. Я люблю плоские котлетки. Кто-то любит кругленькие, а я люблю вот такие плоские. И вот уже сколько у меня есть котлет. Короче, котлет получилось очень много. Можно два раза помыть. Победу. Теперь я готовлю зажарку для своей пасты, которую буду готовить в духовке. Если честно, то уже устала я готовить завтрак, обед и ужин. Чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. Вот так вот красиво я сейчас все обжариваю. Так вот через свою маленькую терочку я делаю томатную пасту. Конечно, на пасту и на кетчуп, конечно же, денег нет. Я уже, посмотрите, кстати, выложила в вареные макарошки рядочком. Также я сюда разобью яичко. Ну, его прямо так и оставлю наверху. А теперь немножко слой овощей. Овощи и курица у меня. Теперь опять слой макарошек. Так, последний слой, можно сказать. Ну и последний элемент у нас сыр. Сыр, конечно, лучше, чтобы был натуральный, не плавленный. Ну, как говорится, чем богатый, тем и рады. И за 9 рублей сыр тоже сыр. Фу, последний штрих. Неужели я уже устала? Накрываю все это крышечкой. И отправляем это все в духовочку на 20 минут. Так, все, пригласили маму на дегустацию. Мама, тебе нужно немножко попробовать сначала завтрак. Как тебе? Сох свежевыжатый. Пока у нас поспевает ужин, мама завтракает. Вкусно, как сахар. Ну как? Можно завтрак? Сильно не налегай. Подожди, у тебя еще котлеты. Сейчас самое интересное, мама. Ты должна сказать, из чего эти котлеты. Мама, я тебе накладываю второе. Все, вы можете пробовать. Борщ. Ну как? Даже Слупик подпредел. Настоящий. Вкусно. Ля, что тебе сейчас чесноком добавлю? О, мама. Чеснок, знаешь ли, стоит ни копейки. Одна голова. Серьезно. Чеснок, по-моему, самое дорогое вышло бы из всего. Так что без чесночка. Так, мам, давай, пробуй котлетки. Дай-ка я тоже у тебя сварму. Вкусные. А из чего? Ну из чего котлет? Из-за чего котлет? Думаю, с этого котлета. С гречки. Павильно, молодец. Да вкусно хоть. Похоже, как будто на со с мясом? Похоже. Да? А что, мясо добавлено? Нет, не добавляла. Что-то, кажется, я добавил. Нет, мясо будет в лазаньи. А это у нас на ужин. А, вот и паста подоспела. Так, у меня морковичка нужно. Сейчас, мам, я положу тебе самую вкусную часть. Рассыпчатое. Здесь есть, мам, курица. Вижу. А, тут еще кукурузная каша. У нас еще кукурузная каша. Сейчас покажу. Вот еще сколько ее осталось. Короче, ребята, вот видите, вот эти все продукты здесь на столе. Вот ровным счетом ничего не прибавляло, кроме соли, сахара и масла подсолнечного. Вот это все реально на 100 рублей. Я вообще сама в шоке, что реально на 100 рублей можно, блин, шиковать. А, правда, 100 рублей? Да. Как? Поесть на 100 рублей. Ну и? И мясо. И мясо. Спинка курицы, кстати. Ну что вам, как твой вердикт? Можно ли выжить на 100 рублей в день? А? Ну, нужно. Можно, да. Но лучше не экономить. Друзья, если вам нравится подобный формат, то обязательно напишите мне, чтобы я знала. А то я снимаю такое редко, хотя мне очень нравится. Реально. Реально. Реально сильно получится. Нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова